Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Blooms TD6. И как вы можете заметить, наконец-то 30-е обновление вышло. Мы ожидали его еще в субботу, но оно вышло во вторник ночью. И как бы у нас это очередное обновление, сразу же скажу, не добавило ни одного нового парагона, что очень жаль. Но при этом у нас тут появилась новая продвинутая карта, затонувшая колонна. Вот вы можете ее сейчас здесь увидеть. Это немного видоизмененная карта, которая у нас есть в Blooms TD Battles 2. Правда тут уже два шестигранника, а в Blooms TD Battles там всего один, но также два входа и два выхода есть. Новый шумный облик пси. Шумный облик, прикольно. Псимбалы? Что это за название такое? А при настройке совместной игры теперь можно выбрать два новых разделения. Интересно, что это вообще такое. 16 новых товаров в магазине Трофея, включая 4 временных. 4 новых обезьянных знаний для разблокировки. Новые достижения, улучшения, изменения баланса. Подробности читайте в описании обновления. Вот тут ссылка как раз таки. Если вы заходите, можете ее потом как-нибудь открыть в игре и посчитать описание поподробнее. А так, по обезьянным знаниям, как я заметил, добавили вот эту, которая дает дополнительного бесплатного клеймечка каждый раз в игре. Давайте я ее сразу же куплю. Также у нас добавилась вот эта, бионическая аугментация. Пока действует турбозаряд, бионический бумеранг может бить по кумфлированным шарам. Ну, как бы, знаете, довольно-таки интересно, но я что-то не знаю. Я это толком не использую никогда. Поэтому пока что прокачивать я не хочу. Еще вот в магических есть. Это я точно знаю. Ультрарентген. Ультразрение позволяет суперобезьянам видеть и стрелять сквозь препятствия. Это, как бы, вообще очень крутая способность. И стоит всего 250. Поэтому я, конечно же, ее прокачаю. И прикольно, что теперь, может быть, только один не прокачается без ультрарентгена. Поэтому вот. А где вот у нас добавили еще новую? Это я даже не знаю. Там. Может быть, где-то здесь. Хотя. Ну, если что, напишите в комментариях. Может быть, вы нашли. Хотя я толком и не смотрел. Ну, да ладно. Так. Ну, все. Проехали. Два очка знаний я потратил. Прокачал новые таланты. И классно. И также я бы хотел купить облик на пси. Он стоит 2500. Посмотрите, какой прикольный. 20 уровня. Это вообще. Все. Теперь у нас он есть. Хочу его выбрать сразу же. И давайте отправимся на новую карту. Так, где она у нас тут? Она на высокой сложности у нас. Это классно. Так. Идем в стандартную. Будем играть с нашим новым пси. На новой карте. В новом обновлении. С бесплатным клейметчиком. Что нам очень будет полезно. Так. Давайте, наверное, вот сюда поставлю. Подождите. А как карта работает? Я чуть немного запутался. А, то есть, смотрите. Они, наверное, вот так вот. Что? А вот здесь они перелетают? Ладно, давайте на ходу будем разбираться. В любом случае, сюда поставлю нашего бесплатного обезьяна с дротиками. И пока посмотрим, что у нас тут вообще происходит. Я опять играю с маленькими шарами. Постоянно забываю их отключить. Хотя надо будет. А. А вы видели? То есть, смотрите. Подождите. То есть, мы, видимо, можем одну бесплатную поставить. Либо обезьяна с дротиками. Либо клейметчик. Да. Офигеть. Нет, давайте заново. Тут у нас, кстати, обновилось. Теперь мы можем еще настраивать голоса наших героев, как я понял. Это прикольно. Ну, блин. Мне что-то не очень понравилось. То, что мы можем на выбор всего одну бесплатную обезьяну брать. Так, давайте я сразу сюда пси поставлю. Довольно-таки удобно. Ой, смотрите. Он бьет в эти... Я не знаю, как они называются. Но это прикольно. И, типа, и так он использует скилл. Делаем ускорение. Тут у нас и вода. Если все интересно, вот здесь вот можно будет что-то ставить? Хотя навряд ли. Потому что тут вода постоянно то убывает, то прибывает. Как я давно за пси не играл. Так соскучился. И сейчас будем как раз-таки вот тут проверять. Да, подводника там не поставить. Ну, хотя бы вот здесь можно будет. И вот они вот так вот перелетают. Да. И, видимо, вот здесь они тоже будут перелетать и вот, типа, тут выходить. Ну, прикольная карта. На самом деле, разнообразие есть. И классно, что они как бы так взаимодействуют с картами из Battles 2. Потому что мне эта карта там как-то понравилась. Именно, знаете, такой внешний вид, дизайн. Прикольный. Как по мне он вышел. И то, что ее вот здесь вот добавили. Это нам показывает то, что, скорее всего, еще несколько карт в грядущих обновлениях мы можем увидеть именно оттуда. Так как там есть действительно интересные карты, которые можно немного переделать. И они спокойно потянут и для этой игры. Так, я, наверное, накоплю на банановую ферму. Потому что я бы хотел у нас прокачать пси. Посмотреть, как он будет выглядеть на 20 уровне. А без банановых фермы толком не сделать, как мне кажется. У нас тут немного проходит. Ну, ладно, что поделать. Не так уж и страшно. Но в любом случае, прикольно. Новая карта. На сложном уровне. Это здорово, что они обновляют карты не только для легкого. Не для среднего. А вообще вот так вот идут. И самое удивительное, что как бы до сих пор еще пятая часть обновляется. Туда добавляют новые карты. Я не знаю вообще, много ли людей в нее играют. Вот, в пятую часть. Я вообще скажу, я ни разу не играл в пятую часть. Мне как-то она по дизайну, по стилистике вообще не понравилась. Вот шестая часть очень красивая, как по мне. Максимально она мне нравится. А вот пятое что-то... Что-то не мое. Так. Нам бы тут что-нибудь поставить. Потому что хп у нас что-то начало отниматься. Блин, а тут вот сложно, знаете. Мы можем... О, давайте сюда поставим. А он не видит? Вы посмотрите. А что... Как он тогда будет стрелять, если он даже не видит ничего? Эм... Ой, я тут бананы не собирал. Значит, тут надо прокачивать им видимость. То есть, вот такую вот передовую разведку. Давай сейчас вот так проверим. Офигеть. Спасибо, папаша. Что это такое? А зачем тогда тут водные эти места делать, если не видно? То есть, он может стрелять только когда они перелетают. Вы понимаете? Но это что-то совсем не то, как по мне. Давайте его тогда продадим. Он что-то бесполезный. Я лучше вот эту прокачаю. Как минимум, будет нам полезнее в Росто. Ну, что-то я прям что-то... Немного в шоке. Почему не видно? Я, конечно, понимаю. Если приглядеться, то можно заметить, что они как будто ниже, чем вот эти вот колонны. Но все-таки... А что тогда сюда ставить? Здесь просто обезьян-флебустьеров, которые дают деньги. Или по верхней линии, которые сами стреляют самолетиками. Или же пиратов, которые, наверное, карабинами будут забирать. И все. А на подводников что? Что-то я... Это странно совсем, как мне кажется. Ой, тут немного опасно. Очень опасно. Подождите. Как-то я это... Так заговорился, что... Совсем обо всем забыл. Вообще, там, где я поставил обезьяну с дротиками, можно было поставить обезьяну мага. Как мне кажется. Так. Вообще, я не знаю, что мне уже кажется. Потому что это странно. В любом случае, мне кажется, мы сюда можем поставить обезьяну мага. Почему бы и нет? Как бы они тут в любом случае будут все перелетать. Подорожало! Или нет? Нет. Наверное, нет. Просто у нас тут этот... Как бы сложный уровень. Во! Прокачали огонь. Все. Теперь мы точно справимся. Будем жить. Без Бенджамина, кстати, непривычно, что нам... Не так много денег дает. И он ведь нам в жизни не будет восстанавливать. Поэтому рынки нам тут будут полезны. Как-никак. Ну, пока у нас все нормально. Вы посмотрите, он тут еще музыку отдает. Пока я не заметил, изменился ли он как-то или нет. Наверное, потом увидим. Ой-ой-ой, тут немного проблемно. Но мы справились. Все. Идем дальше. Ну, что-то... Че, блин? Почему не сделали так, что можно подводниками спокойно здесь стрелять? Мне это прям безумно что-то не понравилось. Это очень странный ход. Со стороны разработчиков, дизайнеров или что там вообще. Кто это все придумывает? Вот здесь вот достает, как бы. Ну и почему не сделать так, что он действительно попадает и все и может уничтожать? Все. Хотя бы у нас один рынок есть. Уже хоть что-то нам будет добавлять жизней. Которую мы так много потратили за это... Небольшое количество раундов. Так, прокачаем магу, чтобы он видел камуфляж. Что? Посмотрите, эту воду можно удалить. В смысле? То есть мы... Что-то меня в прошлый раз так удивило, что мы можем продавать... Ну, точнее, что-то удалять за тысячу, что я проиграл. Так, ну я дошел до этого же раунда. Было, в принципе, несложно. Я сделал небольшую перестановку. Теперь у нас обезьяна с дротиками здесь, а здесь уже обезьяна маг. Также добавил шпилька мед и немного переставил нашего пси. В принципе, все нормально. Так, давайте идемте дальше. Посмотрим, как мы сейчас будем справляться с этим раундом. У нас уже две банановых фермы. Сейчас будет первый рынок. Видимо, не сейчас, оказывается. Так. Ну, теперь мы проходим намного лучше. То есть фиолетовые шары у нас разбиваются уже в самом начале. Следовательно, обезьяна маг потом уже сможет спокойно все остальные типа лопнуть. Никаких проблем не будет. Правда, уже скоро нас ждет первый муап. Поэтому будем смотреть, что-то как у нас все будет. Надо будет куда-нибудь поставить убийцу муап, как минимум. Ну, посмотрим. У нас есть еще пять раундов. Ой, тут немного сложно было. Вначале как? Опасно. Слегка опасно. Так, все, два рынка есть. Теперь немного покупаем денег. Смотрим. Где-то у нас все-таки шпилька мед немного не справляется. Но обезьяна маг тут уже точно всех добивает, к счастью. И хп, кстати, у нас было, оказывается, не так много. Но, к счастью, банановые фермы теперь нам будут постепенно. Плюс два хп додавать. Так, давайте, кстати, проверим, что нам это даст. Мы просто сушили, да? А зачем? Или подождите. Что-то мне подсказывает, что у нас мобы будут отсюда вылетать. Правда ли так может быть? Как вы думаете? А вот я даже не знаю. Так, давайте в сороковом раунду мы уберем этот автостарт. Посмотрим, как они будут вылетать. И в зависимости от того, как они будут вылетать, так мы будем потом ставить уже наши пушки. Пока что просто покупаем денег немного. Пять с половиной тысячи это уже неплохо. Ну, мне действительно интересно, что нас ждет на следующем раунде. Так. Уберу немного скорость, потому что что-то много шаров у нас тут пошло. К счастью, огонь вот справляется. Огонь прям топ. Вот, знаете, в самом начале прям очень крут. Так, и как он у нас? Да, он так же вылетает. Сейчас, давайте перезайдем, чтобы я поставил. Ну, я просто думал, что он будет тогда пролетать вот в мини этих кратерах таких. А он, как обычные шары, вылетает. Тогда в чем прикол этого осушения вообще? Я надеялся, что, знаете, мы там что-то гору возведем, и тут мы сможем поставить обезьяну, которая сможет бить по вот этим вот границам. А у нас нет такой возможности. Так, давайте тогда уж мы накопили столько денег, что я лучше поставлю липкую бомбу, на которой нам не хватает. Да, лучше ее поставлю. Я, блин, думал, что нам будет хватать. Так. Уничтожьте, пожалуйста. Не, так, давайте еще один дубль. Это оказалось не так. Не так работает, как я хотел. Блин, 7 тысяч, офигеть. Это ж какая, оказывается, дорогая обезьяна ниндзя-то у нас получается. Тогда просто два бомбометателя поставим, или нам даже одного хватит. Вот таких вот. Второй вопрос с этой стороны, знаете, чтобы для красоты было. Опа, разбили. Ну и все. Так намного лучше. Теперь включаем опять этот автостарт. В таких случаях еще одну добавлю. Теперь нам как бы проще будет справляться. И, наверное, я нам еще одну сейчас первым поставлю для прокачки. Чтобы получать побольше денег. Ну все, у меня, вот знаете, как-то... Я не понимаю тогда, в чем прикол центра. Если он никак не может вообще контактировать с другими линиями. То есть сюда мы максимум ну вот ставим флебустьеров. Ну, может быть, подводника по верхней линии будет неплохо. Ну, всякие маркиры. То есть те, которые прям не фиксируются от дальности. Но того же снайпера мы, например, сюда не сможем поставить. Подождите. Небольшие проблемки. Я тут так поставил, что аж опять про все забыл. Потому что у меня, знаете, у меня есть немного такое небольшое смятение от этой карты. И мне хочется узнать ваше мнение по поводу ее. Типа, как вам вообще она? Типа... Что вообще? Ты такое? Почему на тебя нельзя ставить нормально? Просто вот по логике мы здесь осушили и теперь сможем вот так вот хорошо все ставить. Но мы не можем ничего нормально ставить. Но все равно, кстати, один камфляж пролетел. Очень жаль. Так, ну теперь у нас появился плюс рынок. Может, не видят они? Прикола ноль. Вообще, не прикольно и непонятно. Так. Ну, с камфляжем мы должны справиться. Все нормально. Нет никаких проблем. Блин. Не так много рынок поставил. Ну да ладно. И что бы нам сейчас делать? То есть, вот видите, не видят они ничего. В чем прикол? Зато вот это вот как бы возвышенность на ней видно вот все. Значит, здесь максимально знаете, какую-то вот поддержку ставить и все. Все и все. У меня... Так, а если мы вот это вот поставим? Ну, слушайте, хотя бы вот или не работает? Просто проверим. По крайней мере, просто проверим. Пускай у нас она побудет. Мы это можем себе позволить, как мне кажется, на данный момент у нас вроде бы все в порядке. Экспериментируем, узнаем на будущее. Пока только 28 урона, но это еще было давно. 51 раунд, и вроде бы я более-менее сейчас нормально прокачан, что резко так проиграть я не должен. Можно, конечно, некроманта, обезьяна мага прокачать, но она же не часто бьет. Нет, слушайте, уничтожает. Вот энергайзер... Ой. Шартоневый реактор, он хотя бы может уничтожать. Хоть какой-то плюс, хотя он тут толком-то и не показывается, что он здесь действует. Ну, пускай побудет. Раз уж мы его поставили, что-то это максимально странно. То есть мы можем просто на возвышенности где-нибудь вот сюда... Ой-ой-ой. Или что? Подождите. Как-нибудь вот так вот снайпера поставить, и все, он будет тут вообще спокойно вот стрелять. Зато вот здесь мы ничего не можем такого поставить. По приколу их сделал. Но они, короче, очень урон наносят и будут нас, если что, защищать так. Поэтому пускай будут. Можно даже еще одного поставить. Мне нравится такая прокачка у них. Она сильная, хорошо дамажит. С деньгами у нас как таковых. Сейчас проблем не должно быть. Кого бы нам еще сделать для прокачки? Давайте убить смоп, я тут прокачаю. Форсаж тут можно тоже прокачать. и будем смотреть, что вот как. О, кстати, изменился, вы посмотрите, 10 уровень. Блин, прикольный, мне вообще нравится. Но на 20 уровне он вообще, наверное, будет классным. поэтому потом буду копить деньги на эту прокачку. Чтобы докачать его до 20 и посмотреть, что вообще он из себя представляет. Так, с этим мы тоже должны справиться. Немного опасно на самом деле было. А вот если мы вот здесь вот липкие бомбы поставим куда-нибудь вот сюда, давайте продолжаем экспериментировать. Будет ли он их кидать? Похоже, не кидает. Похоже, он действительно не видит. Жесть. Ну, сейчас еще одна пролетит и мы проверим. Ой. 63 раунд, да. Не люблю этот раунд, он такой опасный довольно-таки. Но, к счастью, у нас тут снайперы, они очень сильно помогают нам в этом плане. То есть, у нас тут обезьяномаг. Нет, слушайте, он даже тут не может кидать никакие липкие бомбы. Что, как по мне, это вообще полный ужас. Непонятно, что и за что вообще. Что за фигня? Мне это не нравится. Так. Можно вот сюда поставить деревню. Да, емае. Я видел белое. Как сложно. Все, наконец-то я смог это сделать. Поздравьте меня. Так. Вот это пускай и вот так вот будет. Можем сюда бзинааса добавить. Прокачать его посередине. Скау вот так у нас настреливает. Что, ему будет удобно. Ему вообще без разницы где находиться. Это его можно ставить хоть вот в этих шестиугольников. Теперь у нас вообще будет урон хороший. Они все должны видеть любые типы шаров. Так. Сейчас до фантома еще надо бы его докачать. И тогда вообще будет классно. Ну, я немного разочаровался в этой карте. Как-то выглядит она действительно интересно. Мне очень нравится именно эти камни. Это у нас я еще когда смотрел фотографии видел вживую. Ну, вживую на фотографии. Имею в виду в реальной жизни как это выглядит. Это реально это очень красиво. И вот когда я увидел что такая карта будет в Блунстеде Баттлс мне прям понравилось. Вау, прикольно. А вот сейчас я как-то смотрю и что-то могло быть получше. Раз тут ничего почти нельзя поставить нормального. А то что можно поставить типа смысл ставить именно сюда. То есть если это можно сделать и вот в этих местах спокойно и ты будешь видеть все. И так вот получается что это место хорошее для банановых ферм. Да, просто дополнительное место чтобы размещать их зарабатывать на этом. Так. а то есть а зато вот тут вот смотрите тут как бы разница в высотах есть причем прям заметная я думал что нельзя будет ставить вот так что они на разной высоте а нет а все видно и все можно размещать спокойно офигеть так все влезать классно как будто реально для них делалось так у нас уже 74 раунд даже говорить разучиваюсь ну реально кстати подходит идеально для банановых ферм они так ставятся здесь удобно хорошо в большом количестве причем ой 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 спасибо за деньги я аж тут скорее временно уберу сюда еще поставим наверное если бы я прям постарался можно было бы еще вместить где-нибудь хотя по-моему и так нормально 8 ферм 8 ферм на одном шестиугольнике это неплохо а если вот здесь мы воду а то здесь мы уже воду не можем удалить так как у нас размещен наш реактор я так думаю что мы его продадим и тогда мы можем удалить но с одной стороны ладно хотя бы они это продумали то было бы прикольно если мы могли убрать типа шартоневый реактор останется добавляем рыночки пускай их количество увеличивается 78 ран тем временем у нас скоро мы уже пройдем сложный уровень ой друид ты мне сейчас как бы немного не нужен тебя осушаем чё нам бесполезно немного ой здесь я как-то криво похоже начал делать ну какие-то проблемы хотя слушайте похоже также 8 будет да также 8 помещается только здесь выглядит немного по кривее у нас по итогу и сейчас у нас будет 80 раунд на эту тему завязал скиллы победа так прошли давайте теперь вольную вот 660 монет это прямо то что надо на самом деле это классно и вот в этом плюс добавление новых карт что ты снова можешь проходить новые режимы за них и получать деньги вот это прямо здорово как у нас тут 15 уровень уже сам кстати накопился так вот здесь давайте я наверное удалю два рынка просто вот чтобы мы его лучше видели жесть у нас сейчас хорошо деньги идут классно и будем тогда вот тратить деньги на его прокачку чтобы посмотреть как он будет выглядеть в игре на 20 ну прикольно вот хотя бы на этой карте можно разместить множество ферм и зарабатывать тут несложно но эти шестиугольники я все нет слов от них вот кого вы будете здесь размещать напишите мне в комментариях в этих шестиугольниках но просто если по логике давайте посмотрим можно будет действительно разместить обезьяна с мортирой потом вертолетчик обезьяна аз подводник который до шартонева реактора обезьяна флебустиер тут подойдет а поверху посередине наверное тоже но посередине будет только скил наверное работать хотя не знаю на самом деле понизу это тоже чтобы она не дамажила а просто деньги приносила так снайпер ничего не будет видеть клеймечек ничего ледяная обезьяна ничего шпилькомет ничего бомбомитатель тоже ничего обезьян с бумерангом ничего и обезьян с дротиком тоже ничего и как бы вот такое вот у нас ну ты можешь поставить банановую ферму обезьян на дереве добавили бы знаете вот в эти способности тут ведь есть плод или как бы бассейн чтобы можно было бы размещать на воде или же на суше водных добавили бы еще эту небольшую подставку это типа помогло бы выровнять уровень до вот этого и тогда обезьяны которые размещены на подставке будут как бы наносить урон и видеть в радиусе спокойно вот это вот я понимаю но все равно это типа дополнительное усложнение ну че поделать они сами этого сделали так прокачаем вау блин какой классный все двадцатый уровень не образ прям красивый мне нравится как они в последнее время начали работать над образами как изили сделали космическую прям вообще классный как сделали сауду да сауду ее как викинг сделали мне тоже этот образ очень понравился также кстати на изилии на сауду есть видео на моем канале поэтому вы можете посмотреть как эти образы выглядят кстати у нас небольшая проблема давайте я просто от скилл заезжаю а то я что-то не заметил так давайте это прокачаем а то какие-то сложности появляются тут мы это можем прокачать мы это можем удалить давайте по приколу поставим по верхней линии на что нам денег не хватает она же тогда будет станеть еще этих мобов интересно мы так дойдем до сотого вот после этого вот когда дойдем до сотого если дойдем то будем наверное уже заканчивать серию просто так проверим карту на самом деле несмотря на то что она на сложном она не такая уж и сложная единственное в чем у меня сейчас была проблема и почему я мог один раз проиграл это из-за невнимательности и из-за того что я параллельно разговариваю то есть я же хочу вам высказать свои мысли как-то что-то сформулировать и пока ты все это делаешь на это акцентируется очень большое количество внимания моего и поэтому таковых будет как бы так у нас прям все идет в порядке кстати вы посмотрите скилл поменялся первый скилл у нее теперь еще отдает этими нотами сейчас еще раз даю за в обычной скорости я так хотел проверить но видимо так и есть да и звуки изменились блин это прикольно потом когда они тогда подальше отлетят мы еще второй скилл завязаем проверим может быть с ним тоже что-то подшаманили это прям будет здорово если так оно и есть ну вот образ мне нравится я не жалею что купил его как бы образы это круто но несмотря на то что знаете у меня до сих пор не куплены не все герои я постепенно все равно их покупаю у меня остается всего два на одного даже мне в принципе уже хватает а то может быть скоро куплю его и буду снимать насчет него видео да 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 так 97 раунд но все 98 просто пару центральных рынков куплю ну немного уже сложнее конечно становится но мы все равно нормально пролетаем с учетом того что у меня нету прям такого что вот давайте проверим да от них смотрите ноты такие сходят прикольно значит это переделали правда я не знаю они могли наверное еще что-нибудь придумать а то что на первом и на втором скилле одни ноты какие-то поэтому даже что-то я не знаю ну да ладно в любом случае все равно хотя бы они что-то добавляют нового за это им уже спасибо вы посмотрите как она их ловит я офигею уже 609 тысяч урона она нанесла с учетом того что я как бы скиллы редко использую поэтому все действительно очень сильный герой с учетом того что мы его можем ставить почти с самого начала то есть я как начал мне уже хватало на то чтобы его поставить и он действительно может наносить большое количество урона оба так скилл заедали и теперь мы точно пройдем с учетом того что я как бы вообще не старался мгновенный обезьян и обезьян инженер спасибо неплохая такая прокачка и как бы действительно если бы я старался я бы поставил еще каких-нибудь других обезьян не ставил бы вот такого метателя уж точно как минимум дротикомет это бы прокачал это было бы нам полезнее так что я действительно вам советую почекать эту карту попроходить потому что это дополнительные деньги вот деньги это классно именно игровые вот эти вот все так а на этом сейчас я наверное буду продавать всех посмотрим что да как ну кстати сразу же пошли сложности жесть а я ведь продал только нашего героя и шпилькомет кто знает это в них дело или стало так сложно обязательно звезда это наша пси 760 тысяч урона это классно игра окончена так ну карта вышла прикольная еще вот вам сейчас пока заканчивают обновление открою обновление тоже вышло прикольное добавили много нового кстати давайте зайдем в магазин трофеев мне интересно что там добавили калибри вертолетчика пес ударника тьен с лучом о баннеры мороженые фасти аватары то тоже аватар о прикольно это дорожные шипы цветы красивые довольно таки знак задумчивая обезьяна и бэт кит ой бэт кит прям красивый посмотрите и но сделали шары для некроманта вау вот это я куплю вот это я прям сейчас вот знаете вот куплю потому что мне нравится я часто их использую а тут они хоть какое-то разнообразие будут это прям здорово ну интересно да с учетом того что вроде добавили 4 временных а не знаю какие временные у нас где их проверить то вроде нигде не написано что они ограничены по времени ну да ладно как уж есть так и есть но в любом случае да обновление прикольное жалко что не добавили нового парагона потому что было бы интересно посмотреть что-нибудь новую механику какую-нибудь потом было бы классно да а так на этом все с вами был диктофон подписывайтесь на канал ставьте лайк пишите комментарии всем удачи и всем пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok